Всем привет, и сегодня я вам покажу ловушку, в которой мы делаем очень много красивых комбинаций и в итоге ставим мат сопернику. Эта ловушка очень полезная, и она реально поможет вам поднять очень сильно свой рейтинг и выигрывать много партий. Итак, мы играем за белых на счетом партии с ходом Е4, черный отвечает Д6, это защита пирца у Фимцева, далее мы играем слон С4, вводим свои фигуры, черный сыграл конь Д7, и мы играем Д4. Мы захватываем центр, ну и в варианте пирца у Фимцева в основном происходит так, что белые захватывают центр, а черные развивают свои фигуры, и в дальнейшем происходит очень интересная борьба. Далее черные сыграли конь же Ф6, ну и мы играем Е5, жертвуем пешку и одновременно нападаем на черного коня на Ф6. Ну и в этой позиции из-за черных самый хороший ход, это нужно было бы отойти на Ж8, то есть вот так вот просто отойти на Ж8 и не иметь никаких проблем. Но в этой позиции сложно сделать такой ход, потому что когда у твоего соперника очень сильный центр и развиваются фигуры, сложно сделать такой ход, то есть соперник развивается, а ты просто идешь назад. Но это был самый оптимальный ход, но это не такая уж и большая ошибка, но лучше было бы сыграть конь Ж8. Но черные жадничают и играют ДЕ, они забирают пешку, ну и в этой позиции есть такой ход, как ДЕ, но его не стоит делать. Сейчас покажу почему. Дело в том, что черные тогда забирают конь Е5, и тут уже не будет хода слона в 7 шаг с выигрышем Ферзя, потому что король не будет забирать, у него есть конь. И после того, как конь забирает, он одновременно защищает Ферзя, и ему просто соперник остается с лишним качеством. Из-за этого после хода ДЕ не нужно в ответ забирать ДЕ, а сначала мы играем слона в 7 шаг, ну и после того, как соперник забирает король в 7, мы уже можем забирать ДЕ. Дело в том, что до этого, вот в этой позиции, когда король стоял тут, он защищал Ферзя, а после того, как мы играем слона в 7, мы сначала его завлекаем, а теперь можем играть ДЕ, потому что соперник не может забирать конь Е5, тогда просто полетит Ферзь. Ну и в этой позиции мы забираем ДЕ и одновременно нападаем на черного коня, и этого коня стоило бы отдать. Черным нужно было бы сыграть Ж6, его отдать, ну и после взятия этого коня позиция была бы примерно равна, потому что, несмотря на то, что черный король лишен рокировки, у них преимущество двух слонов. Но они и так не сыграли, после ДЕ они пожанничали и отошли конем на Е8. Ну и тут начинается просто избиение, мы играем Е6, шах, и одновременно хотим забрать коня, ну и нужно было играть Ж8, отдать этого коня. Позиция опять же тут очень равная, то есть король уже в защите, может потихонечку открываться, играть кони в 6, допустим Ж6, слон Ж7. Ну и хотя бы как-то можно было бы начинать игру, да, у белых чуть-чуть лучше, но хотя бы как-то можно было бы начинать. Но после Е6 они не отдают ничего и забирают король Е6. Ну и после этого мы играем конь Х3, хотим в дальнейшем сыграть конь Ж5, сделать шаг и просто красиво матовать соперника. Ну и с этого хода уже это не будет ходы, ловушки, это просто будет нахождение мат в нескольких ходов. Чёрный король отходит на Е7, потому что он в центре, ему нужно быстро защищаться. Мы играем конь Ж5, шах, несколько ходов у короля, допустим если на Ж8, то Ферзь Д5, Е6, и это будет шах и мат перед вами. Ну а также после конь Ж5 можно отойти на Е6. Тогда мы опять же играем Ферзь Д5, но будем уже с темпом играть. После того как играем Ж6, мы сначала играем Ферзь Д6, а не Ферзь Ф7, потому что тогда король отойдёт на Е5. Играем Ферзь Д6, шах, король отходит на Ж7. Далее играем Ферзь Ф7, шах, король Х6, думая то что он может защититься, но мы играем конь Е6. Скрытый шах, ну и далее чёрный король отходит на Х5. Мы играем Ферзь Ф3, шах, король Х4, и самый последний ход слон Ж5. Завершает эту красивую ловушку. Вот так вот дорогие друзья, вы можете выучить эту ловушку, выиграть очень много партий и поднять свой рейтинг. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры делал DimaTorzok